День права Международный день прав животных и день прав человека Всемирный день футбола, кстати, еще сегодня отмечается Что тоже здорово Мы будем сегодня с вами два часа В рамках мужского понедельника Во втором части у нас в гостях будет Валерий Семенещев, руководитель совета старших по домам Старший домом по Ленина 20 Один из самых активных Общественников в нашем городе Будем мы с ним говорить вот на какую тему Не знаю как вам, но вот нам, например С Николаем, да? Да, и не только нам, как выяснилось, и нашим гостям В прошлой неделе, по-моему, в выходные Пришла такая листовка в почтовые ящики Все это называется обращение на имя президента Страны, премьер-министра, руководителя ФАС И так далее Там речь идет о том, что Что-то уж слишком большими темпами Дорожают коммунальные услуги В нашем городе И не только ведь такая бумажка Вместе с ней еще лежала такая газета Под названием Гражданский патруль Да, да, да Где написано о том же самом, только более подробно Ну и в листовке на ее оборотной стороне Есть разлинованная часть Где людям просто-напросто Предлагают оставить свою подпись Против такого резкого Роста тарифов Поговорим об этом после 12.06 Тема первого нашего часа Довольно серьезная Очень важная Если сразу переводить то слово Которое мы сейчас произнесем Переводить его с латинского То это означает Подкуп, продажность, порча, разложение Или растление А если русское слово использовать Которое больше всего на слуху Это коррупция Коррупция Коррупция, да Ну сейчас время такое Ведомства силовые подводят итоги Своей работы за этот 2018 год И вот в частности прокуратура Устраивала пресс-конференцию Где доводилась до сведения Всех данная информация Держу в руках, например Переработанный отчет Следственного комитета По Кировской области Следователи назвали ТОП-5 коррупционных дел Уходящего года Ну вот поэтому мы решили Сегодня такой представительной Компанией собраться И обсудить все эти вопросы Итак, наши гости представляем их Наталья Костина Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев-мартера Наталья, добрый день Добрый Добрый Евгений Абутко Помощник прокурора По Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений И приему граждан Евгения, добрый день Добрый день Здравствуйте Ольга Бычкова Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации По Кировской области Ольга, добрый день Добрый день Вот такой у нас Мужской понедельник Женский коллектив Необычно С красивыми женщинами Говорить о коррупции Это очень такой интересный опыт Хорошо, давайте начнем Все-таки С определения Понятия, что такое коррупция Виды коррупционных преступлений Относятся к коррупционным Еще раз напомним В народе принято считать Что если получил взятку Если дал взятку Самое распространенное А потом Бог оказывается Мошенничество А мошенничество Это не коррупционное преступление Может быть Неправда С использованием Служебного положения Это коррупционное преступление Коррупционное все-таки Давайте разберемся Что принято считать коррупцией Вот какие коррупционные преступления В форме подкупа Бывают Расскажу вам Это воспрепятствование Осуществлению избирательных прав Или работе избирательных комиссий Незаконное получение Разглашения сведений Составляющих коммерческую Либанковскую тайну даже Коммерческий подкуп Получение взятки Дача взятки Посредничество Во взяточничестве Провокация взятки Или коммерческого подкупа Подкупа Или принуждение К даче показаний Или уклонение От дачи показаний Даже совершенное Путем подкупа То есть вот К иным коррупционным преступлениям Их очень много Вот если на классификацию Посмотреть Их 22 вида Но основные назовем Основные Которые встречаются Не выплата заработной платы Пенсии Это коррупционное преступление Это коррупционное преступление Мошенничество Совершенное с использованием Служебного положения Присвоение растрата С использованием Служебного положения Регистрация Незаконных сделок Землей Туда же относится Злоупотребление Полномочиями Злоупотребление Полномочиями Частными нотариусами Аудиторами Превышение полномочий Что еще Можем отнести сюда Нецелевое расходование Бюджетных средств И средств Вне бюджетных фондов Превышение Должностных полномочий Присвоение Полномочий Должностного лица Ну и классические Это служебный подлог И халатность Которая всем известна Вот такая вот Служебная Многобросовая Такое явление Как коррупция Но вот из того Что вы сейчас привели Насколько Какие составы Чаще всего у нас Случаются Ну конечно Самый частый Мне кажется Это служебный подлог Вот это очень Рассказано Служебный подлог Мне кажется да Давайте поясним Что это такое Простым На примерах Например Внесение ложных сведений В официальные документы Было у нас Одно такое дело Например В трудовую книжку Я вношу запись О том что у меня человек работает Хотя фактически Он свою трудовую функцию Не выполняет Ну это когда так называемые Подснежники Выдача больничных Лицам Которые не болеют Это же Ну просто классика Мне кажется Нет в России Ну я из новостей это знаю О том что это происходит А так что Особенно на уровне Небольших учреждений Когда там принимают На работу родственников Которые там просто Деньги получают Мертвые души Мертвые души Так называемые Довольно часто на самом деле Ну и последнее время У нас в практике Появились дела Это злоупотребление Должностными полномочиями И превышение Должностных полномочий Это касается Руководителей Бюджетных учреждений Либо гос И муниципальных служащих Например Что это может быть Что такого Сверх своих полномочий Взял на себя Руководитель Начальник Как правило Ну это связано Чаще всего С денежными средствами Это связано С денежными средствами Например Какую-то услугу Обязаны оказать Бесплатно Однако вам Вышестоящее руководство Говорит Нет ты введи Не вот эту услугу А другую И бери За нее определенные деньги Вот Вылилось в итоге В уголовное дело Которое сейчас суд уходит Ага Это в областном Центре у нас Или на территории региона Это на территории региона На областной центр Тоже на территории региона Мне скажут тебе все равно Они же в этом плане Молчаливые Ну у нас адвокатская тайна Да Абвокат человек такой Кремень Да Ответственность за Перечисленные составы Она самая различная Ну давайте Можно штрафом отделаться Можно штрафом отделаться Без судимости Без приговора Если это преступление Небольшой тяжести Можно и получить Реальный срок Для лишения свободы Отправиться за решетку То есть Да Евгения Давайте пройдемся По тем Моментам Которым прокуратура Недавно подвела итоги Отчиталась Хотелось бы Собственно В обозрении Как раз таки Прокуратуру услышать Что у нас с коррупцией Хорошо ли у нас С коррупцией Евгения Я еще хотела бы Вначале знаете Причем сказать о том Что мы тут Как бы встретились Не случайно Если вернуться К тому какой сегодня День 10 декабря Мы уже знаем Кого-то посадят за коррупцию День футбола Вы имеете ввиду Но вчера у нас был Международный день Борьбы с коррупцией Да-да-да Да-да Как-то он На воскресенье Прошел тихо Незаметно На воскресенье Незаметно Оказалось День выходной Оказался Да Поэтому мы сегодня У вас в гостях Для того Что обратите внимание На эту тему Да Если говорить О результатах Именно надзорной деятельности Органов прокуратуры Будем говорить За текущий год Да То с начала 2018 года Нашими сотрудниками Выявлено Более 2100 Нарушений Законодательства В данной сфере Это по сравнению Но это не по сравнению Нет По сравнению С прошлым годом Это больше Меньше Растет число таких Есть определенный рост Но он небольшой Небольшой Но он небольшой Но тут надо Стоит пояснить Что в составе Прокуратуры Кировской области Есть специальный Отдел Отдел Который занимается У нас есть отдел И все подчиненные Прокуроры Также на местах Занимаются Вот этим надзором Это входит в круг Их полномочия Обязательно Это одно из приоритетных Направлений Которым мы занимаемся Ну и если говорить о том Какими нами приняты меры Да В целях устранения Выявленных нарушений Внесено более 600 представлений По результатам Их рассмотрения К дисциплинарной Ответственности Привлечено 564 лица Значит Почему не все 600? Ну знаете Там может быть Такой момент Что на момент Внесения представления Ну акта прокурорского реагирования Уже исправились? Нет Срок привлечения Дисциплинарной ответственности Может уже Сроки давности существует Да Конечно Уволено В связи с утратой Доверие В результате Прокурорского вмешательства 28 лиц Помимо этого Опротестовано 530 Незаконных Правовых актов В суды Нами направлено 17 исковых заявлений На общую сумму Превышающую 100 миллионов рублей Вот можно ли Опротестованы Правовые акты Именно На основании того Что они как бы Коррупциогенные Да Именно вот с этой точки зрения Конечно Признаки Коррупционные признаки Да Да Конечно К административной ответственности Только по нашей инициативе Привлечено 52 лица И по результатам Прокурорских проверок В текущем году Возбуждено 39 уголовных дел Коррупционной направленности То есть Вот такие Если это Абсолютные цифры Ну Значит Хотела бы Сказать о том Что нами Уделяется Особое внимание Анализу деятельности Коммерческих организаций Аффилированным Должностным лицам Один из примеров Хотела бы Такое привести Вот В ходе Совместной проверки С Сотрудниками Органов внутренних Дел Выявлен факт Заключения Фиктивного договора О закупке Программного обеспечения Связанного с введением Во всех школах Города Кирова Электронной оплаты питания И проезда Школьников В общественном транспорте На сумму 20 миллионов рублей По результатам проверки Эти материалы Были направлены Следственный комитет И в отношении Директора Данного предприятия Было возбуждено Уголовное дело Ну Это то что Сейчас на слуху Да И фамилии И названия И конкретная организация То что Известно Это мы уж Сами назовем Да Да А с чего там началось Кстати Вот это все Вот это вот Конитиль То уж простите За простое такое слово Кто заявление Направил На все это дело Ну я Сейчас конкретно Вам сказать не могу Я думаю Что это просто Результат совместной работы Вот поэтому Который привел Именно вот к такому Результатному моменту Что было возбуждено Дело Ну экс-руководитель Предприятия Сейчас разыскивается Как известно Так Вот Ну Помимо этого Нами особое внимание Уделяется Выявлению фактов Конфликта интересов В деятельности Государственных Муниципальных служащих С этой целью Проводится работа По сбору этой информации О должностных лицах Органов местного самоуправления Об их родственных связях Об аффилированных им Коммерческих структурах И полученная С использованием Вот баз Данных налоговых органов Информация Об этом Ну используется нами При проведении проверок Можно вот спросить По этой теме Эта работа Она ежегодно Ведь проводится Она системная Конечно Она очень долгое-долгое время По поводу конфликта Интересов Почему до сих пор Не получается Как-то Ну не знаю К нулю свести Количество этих Кручей Ведь люди понимают Когда они приходят На должность Определенную работать Они прекрасно должны Отдавать себе отчет Что если там Кто-то родственник есть Тем более Это все равно Это все равно Вскроется Рано или поздно На что рассчитывают Эти люди Я думаю Во-первых Люди меняются Это первый момент У них меняются Какие-то обстоятельства Ну и многие Думают Что это их не коснется Ну подумаешь Там у меня А на самом деле Как раз Перед эфиром Я вспомнила Такую классическую фразу Что не знаю Законы Оно не освобождает От ответственности Но люди об этом забывают Несмотря на то Кем они являются Там служащими Либо просто обычный Работяга Завода То есть тут разницы нет Просто плата потом За это незнание Она может быть Достаточно серьезной Конечно Конечно Так у нас подошло Время небольшой паузы Напоминаю Что это программа Мужской понедельник И мы говорим сегодня О коррупционных преступлениях С нами Наталья Костина Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии Адвокатов Яковлев и партнеры Евгения Бутку Помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений И приему граждан Ольга Бычкова Начальник управления Министерства юстиции Нашей стороны По Кировской области Полминуты и продолжим Возвращаемся в студию Напоминаю Что сегодня мы говорим О коррупционных преступлениях И ситуации в Кировской области С таким явлением Как коррупция У нас сегодня люди Которые знают Что это такое В силу своих Служебных обязанностей Сталкиваются с этим каждый день От Наталья Костина Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Евгения Бутко Помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений И приему граждан И Ольга Бычкова Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации По Кировской области Ольга А вот Ваше ведомство Как участвует в этом В этой великой борьбе Одним из направлений Таких больших Крупных направлений Деятельности Минюста России В целом Является обеспечение Единства правопространства То есть проверка Всех нормативно-правых актов Как на федеральном уровне А нашим управлением На уровне субъекта Российской Федерации Муниципалов На их законность И конечно На проведение Антикоррупционной экспертизы Ну вот я хотела бы Раз мы все-таки Говорим сегодня Именно по коррупции По коррупциогенным факторам По их выявлению Остановиться на этом Таком небольшом Узком вопросе И вот сразу я хотела бы Привести такую цитату Карла Маркса Мудрый законодатель Предупреждает преступление Чтобы не быть вынужден Наказывать за него И вот выявление Вот этих коррупциогенных факторов Нормативно-правых актов Как раз и направлено на то Чтобы потом То есть вот эти нормы Актов Которые создают условия Для проявления коррупции Чтобы какой-то Ну скажем так Незаконно послушный чиновник Будем говорить Так вот узко Не воспользовался Данными положениями акта И вот именно в свою выгоду Для получения какой-то Прибыли, дохода и так далее А давайте поясним Какого рода документы Проверяете именно вы На предмет Именно наше управление Да, мы проверяем Все нормативно-правые акты Кировской области То есть начиная с законов Кировской области Указы губернатора Постановления правительства И носящий нормативный характер Приказы распоряжения Всех министерств Управления и так далее И на уровне Сначала появляется проект Какого-то документа Да, проект То есть вы делаете Экспертизу на уровне проекта еще На уровне проекта Мы, к сожалению, проверяем У нас как бы нет таких полномочий В законе не предусмотрено Но по своей инициативе Мы понимаем, что легче предупредить Мы проверяем все законы Кировской области И наиболее важные Серьезные Постановления правительства Кировской области Все остальные Мы, в общем-то, не проверяем В отношении муниципальных Органов власти Мы проверяем уставы Решения о внесении их изменений Вот с муниципалами там сложнее Там, вот сегодня уже упоминалось Что очень большая текучка кадров Постоянно меняется Кадровый состав Мы, конечно, им пытаемся Всеми силами помогать И проверяем Даже, наоборот, просим Привозите нам проекты Мы вам проверим Поможем принять проекты правильно И потом, чтобы прошла регистрация Но у вас ведь просто Огромное количество работы Конечно Сколько объема документов Каждый из канцелярий Выпускает Производит 39 муниципальных районов Я могу даже для примера 39 это только муниципальных районов Да, да 300, сейчас точную сумму скажу 380 как-то у нас Муниципальных образований В Кировской области Они все принимают правые акты Ну вот для примера могу сказать Вообще у нас сейчас В нашем федеральном регистре Который мы ведем По Кировской области В настоящее время 19,5 тысяч документов Из них действующих 10 тысяч То есть вот эти действующие Они постоянно в течение работы Проверяются Потому что мы видим Как федеральное законодательство Изменяется Ну тут как бы больше Мы на правую экспертизу перешли А если говорить как раз Вопросов коррупционной То вот в этом году То есть какова ситуация У нас в области все-таки Ну хочу сразу сказать Все не так уж плохо И поэтому вот например За текущий период 2018 года Мы провели полторы тысячи Проверили полторы тысячи Нормативно-правых актов И из них выявлено Всего 28 коррупциогенных факторов 12 нормативных актов Просто бывает Что в одном НПА Могут быть несколько А можем пояснить Что это? Да То есть вот мы видим Что на протяжении последних лет Примерно это 2,5% И то есть Даже они уменьшаются Количество Вообще Все виды коррупциогенных факторов Они даже установлены В постановлении правительства Российской Федерации Их достаточно долго перечислять Ну вот приведу такие основные Которые у нас допускаются В области Да И хочу сразу сказать Что никто умышленно Коррупциогенные факторы Смело могу заявить В акты сразу не вносит Ну это может какой-то Ну по поводу умысла Мы еще поговорим Да Какой-то человеческий фактор Изменения законодательства Достаточно динамичные И в связи с этим Ну может быть где-то Что-то допускается Поэтому конечно проверка Тут нужна Причем проверка-то Проводится двойная Еще и органы прокуратуры Также проверяют Не только мы Ну вот например Такой пример Достаточно часто Вообще часто Выявляется Коррупциогенный фактор В административных регламентах Мы с вами знаем сейчас Госуслуги Это все широко распространено А проведение Госуслуг для граждан Должно быть полностью прозрачно И все вот конкретно По срокам По полочкам разложено По шагово Допускается Когда превышение полномочий То есть запрашиваются Какие-то дополнительные документы Которые не нужно Представлять А представляете Какая ситуация возникает Дальше опять же запросили документ Его не представили Человеку отказали Бывает например Такая широта Дискредиционных полномочий То есть допустим Ну вот такой даже пример Приведу Был у нас такой Порядок предоставления Социальной поддержки Отдельным категориям граждан В сфере ипотечного Жилищного кредитования Широкий круг граждан Может воспользоваться И такое основание Как предоставление Заемщиков Неполного пакета документов Было указано В двух основаниях В основании Отказа Совсем Предоставлении Вот данного кредита ипотеки И это же самое основание Было указано В другом пункте Где можно отправить Документы На доработку И представить То есть Получалось так Человек к которому Документы приходят Он сам решает Либо полностью отказать Можно так фантазировать Дальнейшим К чему это может привести Ну так понятно К чему это приведет Я вот сразу понимаю Что человек Ну это просто скорее Мне кажется Недостаток юридической техники При составлении Да-да Я хочу еще раз сказать Что умышленно Никто не принимает Причем действительно Мы в начале первых года С 2010 года Проводится антикоррупционная экспертиза Было достаточно больше Коррупционных факторов Сейчас их уже меньше Меньше на обыли Вот они просто так Вот уже появляются То есть вот такая работа Если кратце Конечно рассказывать Можно много Но если вот говорить Про антикоррупционную экспертизу Хотелось бы еще Вот К слушателям Обратиться Все-таки у нас Антикоррупционную экспертизу Проводят не только Государственные органы Органы прокуратуры Юстиции Органы госвласти Но еще и Институты гражданского общества Тоже должны подключаться И граждане И есть Такой Вид Антикоррупционной экспертизы Которая проводят Независимые эксперты Они проходят Аккредитацию В министерстве юстиции Российской федерации И потом осуществляют Вот могут любой Правовой акт На территории Российской федерации Проверить Написать заключение Направить в орган Принявший И орган Принявший Обязан рассмотреть Так вот у нас Кировской области Сейчас таких Независимых экспертов Официально Получившие аккредитацию 12 Одно юрлицо Это ассоциация юристов Кировское региональное отделение И 11 физлиц И вот мы видим Уже на протяжении Последних лет Как-то сначала Это резко пошло Интересно стало А сейчас затухает И у нас Из 11 физлиц Только один Вот если вы не возражаете Я даже по фамилии назову Очень ответственно Домрыча Екатерина Олеговна Она готовит экспертизы И даже выявляет По собственной инициативе По собственной инициативе И направляет и нам Да и вот в этом году У нее 9 уже Остальные 10 так взяли паузу Вообще да Тишина Многие аккредитацию оформили Их не слышно Не видно Поэтому вот я даже призываю Граждан если есть желание Причем стать таким Независимым экспертом Но с чем вы связываете Падение этой интереса Не находят ничего Может быть Может не находят Может быть Был какой-то запал Потом действительно Но это говорит Если это на бесплатной основе И на это нужно тратить Да Много времени Да Они не все ведь Могут себе позволить Такое Но это было бы Например хорошей практикой Для студентов-юристов Не знаю Входит ли у них Единственное Нет Вот к сожалению Там должно быть обязательно Высшее образование Стаж работы Причем не обязательно Юридическое У нас среди экспертов Есть и учителя И строители И экономисты То есть не обязательно юристам Главное высшее образование Три года Не менее вернее Пяти лет стажа И пожалуйста Ты можешь быть экспертом Можно уже То есть свободное от работы Время я например могу Замужиться Если есть желание Вольной форме Писать Причем у нас был период Наши эксперты Очень любили Московское законодательство Изучать Именно города Москвы Вот почему-то не Кировская Вот был такой период А так может Десять переехали в Москву Изучили И переехали Изучили как можно В легкую Получить прописку Московскую Ладно Так у нас Очередная реклама Подошла Мы продолжим Нашу беседу Через полторы минуты Коррупционные преступления О них мы сегодня говорим В мужском понедельнике Наталья Костин Руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Ольга Бычкова Начальник управления Министерства юстиции Кировской области Евгения Бутко Помощник прокурора Кировской области По правовому обеспечению Рассмотрению обращений И приему граждан Вот с Евгением Немножко мы не договорили Да По той статистике 2018 года Ну в целом В общем Понятно Какие моменты Еще хотелось бы вам ответить Отметить Ситуацию нынешнюю Я хотела бы отметить Что нами Помимо Что я сказала ранее Да Также контролируется Соблюдение должностными лицами Требований законодательства О контроле За расходами За соответствием Расходов И доходов Должностных лиц В текущем году Выявлено 35 нарушений При предоставлении Государственными муниципальными Служащими Сведения о доходах И расходах Они обязаны Напомню Декларации Своей Не только служащие Депутаты Сейчас тоже отчитываются Ну все В том числе Курорские работники Тоже Да Значит Нами установлено 19 лиц Лиц Которые Допустили нарушения При предоставлении Указанных сведений В чем суть нарушений Вот такой пример Хотела Да Привести Как раз Нам было направлено Исковое заявление В суд Прямо в суд уже В суд Об обращении В доход Государства Квартиры Сотрудника Органов Внутренних дел Стоимостью Превышающей 3 миллиона рублей Расходы На приобретение Которые Он не смог Подтвердить Давайте разберем Так чисто По-человечески Сотрудник Его доходная часть Исследуется На то и сего Приобретает жилье Выиграл ли он В лотерею 5 миллионов Нет не выиграл Но он в любом случае Должен отчитаться Обо всех доходах Которые получают Они зачитываются Доходы И еще членов Его семьи То есть доходы Не только там По официальному месту Работы Но и Все Что-то продал Что-то получил В наследство Подарили Не подарили Это уже взятка Даже выданные Займы Займы Кредиты Это все Должны быть Открытия И то есть Получается так Что он Всего что он продекларировал Не хватало Чтобы эту квартиру купить Конечно Не только его доходу Не хватало Не хватало еще Его семьи И он не смог Подтвердить доход Возвращаясь Опять же к вопросу Чем человек думал Чем думал Наверное думал Знал ведь о том Что надо будет отчитываться Возможно он думал Что проверяют не всех А выборочно Не знаю А всех проверяют Абсолютно Конечно Обязательно Обязательно Всех государственных Муниципальных служащих К ним Сотрудников Правоохранительных органов То есть Все обязаны Отчитываться О своих доходах И расходах И не только Еще раз повторюсь В отношении себя А также В отношении Членов своей семьи И что Суд уже Приговор был Реальный Тут будет не приговор А то что Обращение в доход Государства Обращение в доход Государства То есть заберут квартиру Просто заберут Все По практике Обыдно Заберут и продадут Государство Само решишь Что-то Само решишь Как распорядиться И давайте Еще немножко вернемся Именно Поговорим О Буголовной Составляющей Насколько Преступления Коррупционной Направленности Актуальны Для нашего региона Хотелось бы Отметить Что удельный вес Преступлений Коррупционной Направленности За 11 месяцев 2018 года От общего числа Зарегистрированных Преступлений Составил 1,3% В аналогичном Периоде Прошлого года Данный показатель Был 1,6 На 0,3% Поменьше Да И в текущем году Зарегистрировано Всего 242 Преступления Коррупционной Направленности Что на 26% Меньше Аналогичного Периода Прошлого года Снижение Числа Зарегистрированных Преступлений Во многом Обусловлено Сокращение Зарегистрированных Фактов Мелкого Взяточества То есть Данный показатель Снизился С 117 До 25 Преступлений Давайте сразу Поясним Напомните Что такое Мелкая Взяточность Мы за эфиром Мы говорили Что это взятка В сумме До 10 тысяч рублей Это то Что раньше Составляло основной Мотив Учителям Взяточки Мелкие Они все были Гаишникам Нашим Любимым Я почему-то Сотрудников Да Сразу У каждого Своё ГИБДД Своя практика Помните Когда-то Все смеялись Что у нас Главные Взяточники Это учителя Врачи 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 Учителя Понятно То есть Сейчас За счёт Сокращается А кто Судя по практике Вот по мелкому Взяточничество Чаще всего Привлекается К ответственности Обычные физические Лица Те которые Пытаются дать взятку Ну там Вне зависимости От их должности Занимаемой Вне Понятно Так Продолжайте Поменьше Стало В общем Таких Намного Поменьше Поменьше В преступлении Или давать Стали как-то Более скрытно Да нет Просто Насколько я знаю Просто перестали давать Чтобы не подставлять Хороших людей Ну и в первую очередь Себя Себя Начинать всегда с себя Какая ответственность Это кстати За мелкое взяточничество Ну там будет Судебный штраф Судебный штраф Судебный штраф Но это всё равно Как-то учитывается В биографии Если преступление Совершено впервые Небольшой тяжести То лицо будет Освобождено От уголовной ответственности Но судебный штраф Доход государства Заплатит А сколько он В зависимости от суммы взятки Там порядка Какой потолок 20-40 тысяч рублей Мне кажется Больше не бывает 20-40 Да Органительные органы На службу Его уже не примут А то есть Это будет Я почему говорю Что информация На определенные должности Уже А в случае Если лицо ранее Привлекалось К уголовной ответственности То здесь уже Наказание будет Посерьезнее Да Будет как повторно Учитываться Так дальше Ну опять же Вернемся к статистике Что в текущем году Выявлено 29 фактов Получения взяток Должностными лицами Преступления Коррупционной направленности В нашем регионе Выявлялись В различных Сферах жизнедеятельности Например Если говорить Конкретики Да В сфере Лесопромышленного Комплекса Выявлено 29 преступлений Коррупционной направленности В сфере Жилищно-коммунального Комплекса 19 Там-то вроде бы За что Да Взятки Давайте Ну тут Не взятки Евгения покачала головой Есть Разные преступления Конечно В лесу Понятно взятки Там дают Чтобы не обращали Внимание на рубку В сфере распоряжения Бюджетными Денежными средствами Выявлено 47 преступлений В сфере Закупок Товаров И услуг А также Приобретение Распоряжения Муниципальным имуществом Выявлено 19 преступлений То есть вот такие Сферы Сфера закупок Она Ну это да По количеству Впереди Плюс Меняющееся законодательство И так далее То есть эти конечно факты Они К сожалению Не имеют место быть Ну вот если Вот по статистике То это все Ну и плюс еще Достаточно часто Выявляются Такие административные Правонарушения Нашими сотрудниками Это когда Юридические лица Не уведомляют Работодателя Да От трудоустройства Бывшего государственного Муниципального служащего То есть вот эти факты Очень часто Да и штраф тоже Серьезный Да 50 тысяч рублей 50 тысяч Так давайте еще раз Посним как это в жизни Бывает На работу устраивается Человек В коммерческую организацию Ранее работавший Бывший милиционер Устраивается В течении двух лет Обязательно нужно Разрешение Бывшего Работодателя Бывшему работодателю Сообщить что Ваш бывший сотрудник Устраивается ко мне на работу Вот если этого Не происходит Работодателя Штраф И не все предприниматели Об этом знают Поэтому Это нередко ситуация И не только там сотрудник Милиции Бывший сотрудник администрации Условно говоря Там бывших услуг Серьезное ответственность Любой да 50 тысяч Штраф 56 Слушай это серьезно И что и работника выкидывают Или он остается там Нет он остается Нет Именно привлекается К ответственности Руководитель Руководитель Новый руководитель Который принял его на работу Не сообщив об этом На прежнее место работы Здесь следует учитывать Что может быть конфликт интересов И если бы организация знала Бывший работодатель Если прослеживается конфликт интересов Могут запретить Принять туда на работу Вот тут могут уже Например если он В предыдущих лет Контрольная надзорная функция В отношении этой организации Условно говоря Он защищал интерес этого банка Будучи работником Роспотребнадзора А потом этот же банк Ушел на работу Да Вот такой пример Это просто я знаю Такой пример Поэтому говорю Если там было наказание Нет Не было Например я тут знаю Опять же в этом году Уже привлечено 50 Должностных лиц 50 должностных лиц За подобные нарушения Четыре минуты у нас еще есть Давайте Наталья Поговорим о Скользких моментах О неочевидных причинах Совершения должностных преступлений Коротко Вот смотрите Зачастую у чиновника Или руководителя бюджетной организации Конечно же Есть соответствующее руководство То есть какой-то там Департамент Управление Соответствующего уровня И указания этого управления Или департамента Они обязательны Для должностных лиц И зачастую указания Отдаются в устной форме Неисполнение указаний Может повлечь за собой увольнение Но не всегда такие указания Соответствуют закону А оценить На предмет законности Зачастую Эти указания Очень сложно Был пример Нас практики Когда вышестоящий Департамент Запретил Должностному лицу Внести изменения В договор Заключенный на торгах А эти изменения Были объективно Обусловлены И возможность Законом установленной Внести их в договор Она имелась Впоследствии Он мог изменить договор Он мог и хотел Но вышестоящий руководитель Сказал Не смейте Менять условия договора В итоге Было возбуждено Уголовное дело Было По делу Проводились Экспертизы На которые Были потрачены В том числе И бюджетные деньги И по рекомендациям Именно адвокатов Необходимые изменения Это должностное лицо В договор Все-таки внесло Соответственно Выполнение Определенных работ Было доказано В ходе экспертизы Уголовное дело Было прекращено Но мы видим Что получается Что в этой ситуации Вообще можно было Избежать возбуждения Уголовного дела Если бы Высшестоящий руководитель Не запрещал бы Вносить изменения В договор То есть мы потратили Бюджетные деньги На экспертизу Дело прекратили По реабилитирующим основаниям И вот в такой ситуации Может оказаться По сути Любой чиновник Или любой руководитель Бюджетного учреждения Потому что Высшестоящие органы Мы обязательно же Слушаем всегда И что делать? Вывод Что делать? Вот Не знаю Не могу сказать Быть юристом Будучи юристом Можно оценить Законность или незаконность Да Я своему начальнику скажу Вот я юрист И я оцениваю Ваше распоряжение Как незаконно И исполнять не буду И вам скажут Он скажет до свидания Вы можете увольняться Да Я думаю Что так и будет То есть как бы Особо выхода здесь нет Получается Получается что нет Каждый тут сам Для себя решает И оценивает Ну давайте Подводя итог Уже нашему разговору Полтора минуты остается Напомним основные Какие-то правила поведения Для тех Кто рискует получить Взятку И для тех Кто рискует Ее дать Ну не только взятку Я думаю Насколько кстати В прокуратуре активно Евгения Жители области Сообщают Вот о таких случаях Есть ведь телефон У нас есть телефон Сегодня у нас Как раз в прокуратуре области У нас проходит Горячая линия Которую По телефону Которые граждане Могут сообщить О нарушениях В данной сфере А телефон доверия У нас работает В постоянном режиме Поэтому Если Кто-то знает О каких-то фактах Совершения коррупционных Правонарушений И преступлений Мы конечно Я сейчас ищу Как раз телефон доверия Ну то есть По этим телефонам Обращаются То есть Есть реально Да Нашел Нашел 64 15 09 Вот как раз В прокуратуре Сегодня в течение рабочего дня Да Принимаются сообщения Вот хотела бы Еще В кончании нашей беседы Обратить внимание На то что В каком случае Лицо Давшее взятку Может быть Освобождено От уголовной ответственности Есть два варианта Это первое Что Вымогательство Взятки Со стороны Должностного Лица Было То есть Это надо подтвердить И второе Если лицо Добровольно Сообщило органу Имеющего право Возбудить уголовное дело От дачи взятки Вот это два есть варианта А сообщать надо Уже после того Как дал Или Получается что Да 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 Конечно Полностью еще раз Я хочу переспросить Освобождается От уголовной ответственности Да Если сообщил Если признал А и факт Помогательства Как доказать Ну записать Например Видео Аудио И так далее Ну и у каждого Гражданина конечно есть Всегда Возможность Как бы встать На Путь Борьбы С данным Да Преступлением С коррупцией Да Мы сегодня говорим И при каких-то Сведениях Да Имеющихся О нарушениях Законодательства Сообщать Правоохранительные органы Так Ну что На этом Проявлять активную Гражданскую позицию Да Спасибо 64-1509 Еще раз напоминаю Номер телефона Горячая линина Которая сегодня Работает в прокуратуре Кировской области Вот как раз по фактам Коррупционного составляющего Я так понял Она работает Не только Коррупционного составляющего Да В другие дни 38-11-53 38-11-53 Ну что ж Выражу надежду В конце нашей беседы На то что Однажды все Коррупционеры И взяточники И взяточники Поплатятся За свои действия Да И присутствующие И новых Не дородится Да И присутствующие В том числе Выведут всех На чистую воду Спасибо большое Наталья Костина Евгения Бутко И Ольга Бычкова Завершается на этом Первая часть Мужского понедельника Мы продолжим Через 20 минут Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...